2017 позади донбасс реалии подводят собственные итоги за год нам удалось собрать важные доказательства участия россии в войне на донбассе узнать чем может гордиться украинский военпроме за что ему придется краснеть кроме того мы детально изучили все подковерные игры лидеров группировок днр и лнр меня зовут лавко стек и вот о чем мы будем говорить сегодня в донбасс реалии с каким оружием будет воевать на донбассе украинская армия в 2018 уникальные результаты главные доказательства участия россии в войне на востоке украины за 2017 год российской армии на территории донбасса нет где новогодние цены побили все рекорды в оккупированных донецке и луганске в прифронтовом кроматорске или в аннексированном крыму с новым годом бюджет министерства обороны украины в 2018 составит 86 миллиардов гривен пятая часть из этой суммы а именно 18 миллиардов пойдет на новое вооружение и технику донбасс реалии пообщались с военными экспертами и составили собственный рейтинг самых важных для обороноспособности в су новинок которые должны попасть войска что это за оружие и как после его внедрения изменится армия смотрите прямо сейчас донбасс реалии составили свой топ-5 военных проектов которые должны усилить украинскую армию 2018 как они изменят ситуацию на фронте кем созданы и во сколько обойдутся министерству обороны конец 2017 завершение очередного этапа испытаний проекта ольха четыре ракеты комплекса выпускают на полигоне под одессой расстояние до цели 70 километров пед час вы пробовали ракеты потрапили фактично прямо в точку прицеливания за уникальные результаты який подтверждает перевагу украинской ракетной зброи над российскими налогами о разработке комплекса стало известно в начале 2016 но уже в этом году ольху обещают поставить на вооружение в ссу проект ольха построен на базе ракетной системы залпового огня смерч калибр 300 миллиметров вес боеприпаса 1000 килограммов впусковой установки 12 ракет максимальная дальность поражения цели 120 километров кроме того траекторию каждой из ракет можно корректировать уже воздухе наводя на отдельную цель и критичный момент уражения и цепс их зброя психологична тому що ворог який буде знати що у нас є таки потужні ракеты що ми можемо у відповідь нанести відповідный ракетний удар риторика переговорів навіть зміниться будуть реагувати по іншому в конце ноября на госпредприятии артем также завершили монтаж линий по производству корпусов ракет в том числе и для ольхи но в целом это лишь часть еще одного не менее важного направления отечественной оборонки в украине не производят боеприпасы советские запасы тоже не безграничны еще в 2005 аналитики центра имени разумкова попытались подсчитать что же осталось на складах тогда в украине обнаружили 37 крупных военных хранилищ в армейских закромах нашли два с половиной миллиона тонн боеприпасов но поскольку самые новые из них датировались 1990 годом выпуска то к 2015 без малого полтора миллиона тонн необходимо было утилизировать так как срок технической пригодности подходил концу боеприпасному голоду армию приближают также пожары на артскладах только в 2017 они горели трижды в одной калиновке взорвались 30 тысяч тонн снарядов нехватку пришлось покрывать за счет поставок от иностранных партнеров мы не припиняли навык тоди коли у нас ге и было достать некий припасе не припиняли перемогу ничего закупки в припасе деякую категорию демократуры в припасе мы закупляем и зараз то что нам необходимо и так что для нас дефицитом в то же время приняли решение наладить собственное боеприпасное производство на постройку завода из бюджета выделили 1 миллиард 400 миллионов гривен оборудование по словам бровченко уже закупили первую поставку боеприпасов для армии в министерстве обороны украины запланировали на середину 2019 года гордость украинской оборонной промышленности танк оплот самый современный отечественный танк цей танк вина фактично и шов на уровне со святыми танками такими как леопард немецкий леклерк французский украинский танк больше кращий чем российский и это абсолютно подтверждено об основных преимуществах боевой машины донбасс реалии рассказывают на харьковском заводе имени малышева где ее и производят эта машина последнего поколения по трем направлениям в основном это улучшение значительно ходовых качеств второе улучшено ситуация защитой как экипажа так и самой машины и третье значительно усилен комплекс управлением огнем при весе в 50 тонн танк развивает скорость до 70 километров в час безотказно ведет себя в пустыне и даже под водой вооружен 125 миллиметровой пушкой стреляющий кроме обычных снарядов еще и управляемыми ракетами стоит такая техника не дешево 120 миллионов гривен поэтому раньше танк шел только на экспорт и именно 2018 может стать первым годом который изменит эту традицию и 400 миллионов гривен и дэна закупивлю новичных танки в оплот а то мы за кордон танки поставляем а як нашим хлопцем в боите оплотов не было еще одно слабое место в обеспечении в ссу которые собираются усилить в 2018 связь еще не мая звезду меж командиром и солдатом не мая звезду меж верхним командиром и подразделом то казати про якась управление висками в загалом неможливо качественные военные рации в зоне боевых действий до сих пор нередко заменяют обычными мобильными телефонами но это неоправданный риск для бойцов каждый ранок в 8-й ранку сбрается 100 200 телефоней в одни вместе еще ворога разумею а вот с недавно вот сякий брифинг а вот сшикувание и нажать кнопочку вот эту команду поэтому с конца 2016-го военные активно тестируют потенциальных поставщиков новых средств связи основная борьба развернулась между израильской компанией эльбит и турецкой асельсан в октябре представители турецкой компании сообщили в 2018 продадут украине средств связи на 43 миллиона долларов переоснащение армии современными средствами связи фактически начинается здесь в учебном центре асельсан военным дают необходимые знания для использования современной техники учеба разбита на две части теоретическую за компьютерами и практическую для этого в классах установлена полная линейка оборудования турецкой компании обучением занимается партнер асельсан украинская компания эверест на базе которой и создан центр здесь в 2018 и начнут тренировать военных мы имеем оборудование способное активно уходить от радиоподавления активного радиоподавления противника это дает те минуты которые позволяют принять и передать жизненно важные решения или команды на поле боя еще одна хроническая болезнь украинской армии которую собираются побороть в 2018 автотранспорт донбасс реалии уже не раз показывали на какой рухриде перемещаются бойцы на передовой мы мы до тех раз облизываемся как коты на сметану а лишь мы разумеем что нам оно никого не попадет у солдат 12-го отдельного мотопехотного батальона киев с которыми донбасс реалии общались этим летом на все случаи жизни только эта разбитая буханка залатанная после обстрела пятаками эвакуация выконания завданий на боевые дии подвозка особого склада потом подвозка воды дуже важно подвозка харчев вывоз раненых подвозка зброи именно для этих целей в 2017 на вооружение в ссу приняли боевой бронированный автомобиль казак-2 этой машине уверяют разработчики монетки на корпусе точно не понадобятся товщина брони больше 12 миллиметров это обеспечивает нам защиту от стрелецкой зброи калибру 5,45 и 7,62 миллиметра включая снайперскую винтівку с бронебойно-запаленной кулею среди главных достоинств казака-2 противоминная защита бронестекло шины которые продолжают движение даже если их прострелили боевой модуль камеры ночного видения и конечно же все для комфорта экипажа внутри находится климатична установка яка дозволяє забезпечити підтримання температури заданої внутри машини система конденсування повітря і система опалення в тому числі автономного опалення є система фильтра вентиляції і захисту від поражаючих засобів хімічній зброї бактеріологічній вот тільки з момента прийома на вооруження таких машин в армії появилось не більше десяти як считають експерти, именно 2018-й должен стать переломным в оснащенні армії боевими бронемашинами я думаю що наступний рік буде роком боротьби за місце в бойовому порядку серед виробників таких машин боротьба на цьому сегменті буде поєднувати і поєднання технічних можливостей машин і лобійських можливостей тих угрупувань які стоять за тим чи іншим проектом по подсчетам агентства дефенс експрес таких машин для армії необходимо более пяти тисяч в целом на вооружение в этом году планирують потратить на 5 млрд гривен більше, чем в предыдущем Лавкостек Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода обмундирование российских солдат, бронетехника і боеприпаси производства РФ в 2017-м украинські силовики пополнили доказательну базу участия России в войне на Донбассі но пожалуй, главна улика – це самі кадрові российські военні по данным разведки, їх на востоке України постоянно знаходиться порядка трех тысяч громкие процесы над пленными россиянами давно стали частью конфликта главной новостью ушедшого года в этом смысле стало задержание в Луганской области россиянина Виктора Агеева но в конце 2017-го его статус вдруг изменился почему украинский суд отказывается называть Агеева российским солдатом, расскажет Ярослав Кречко обняв украинскую землю, как родную не снять никак не нужна была журнал в нашей стране это написано? Листая народная республика регулярная армия РФ на Донбассе какой след Россия оставила на востоке Украины в 2017-м? в данном году было 11 новых индифицированных образцов военной техники как россиянин Виктор Агеев сначала называл себя кадровым военным а на скамье подсудимых превратился в добровольца у каждого свой взгляд на эту войну поэтому ну я не говорю, что я бы еще раз приехал и почему Путин может отдать приказ армии РФ покинуть Донбасс уже в этом году? сменить образ коварного, ненасытного агрессора Виктор Агеев приехал из далекого Алтайского края Российской Федерации на украинский Донбасс вы кадровый российский военный? нет но раньше вы говорили другое? ну я служил в армии в российской но в контрактах, я не был контракт я устроен в народной милиции ЛНР Агеева задержали украинские военные в июне 2017-го в составе диверсионной группы в том бою в плен попали кроме него три боевика еще двое погибли обвинительный акт в отношении Виктора Агеева передали в суд в ноябре но в отличие от нашумевшего дела ГРУшников Александрова и Ерофеева дело не стали переносить в Киев процесс над гражданином РФ проходит в небольшом районном суде поселка Новоайдар Луганской области Агеев на скамье подсудимых не один рядом уроженцы Алчевска и Северодонецка как вы знали Виктора? как кадрового военного, когда он приехал к вам? украинские силовики с самого начала называли Агеева кадровым российским военным но спустя полгода в обвинительном акте об этом ни слова согласно данным следствия Агеев в интернете нашел объявление позвонил и записался в так называемую народную милицию ЛНР в ходе досудового расследования Агеев не дал свідчень про те, що він діючий військовий російської федерації інших доказів про його перебування на службі не здобуто я считаю это или реальной подрывной диверсией, поскольку так всех можно русских военнослужащих, которые присутствуют на Донбассе, просто укрыть под гражданскими милициями и спокойно отпускать или же это просто непрофессионализм волонтеры сообщества InformNapalm указывают на оружие бойцов диверсионной группы производства России кроме того есть заявление матери и сослуживцев Агеева да и сам он говорил, что является контрактником Агеев Виктор Александрович, додорожнена, в мае 16-го года закончил срочную службу поехал домой, там помыл грубо говоря год в феврале примерно этого года в Ростов поехал, писал там контракт Как говорят, я хозяин своё слово, да? Сегодня даю его, завтра нет. Мы исходим из обвинительного акта По данным ГУР Минобороны Украины на Донбассе находится порядка трёх тысяч кадровых российских военных И случай Агеева, пожалуй, исключение. Непосредственно в огневой контакт с украинскими бойцами россияне стараются не вступать Они действуют управление и руководство боевыми подразделами, бригадами, полками со склада первого и второго армейского корпуса. Кроме того, очень большая количество инструкторов которые действуют подготовку особого склада первого и второго корпуса В сообществе InformNapalm за последний год идентифицировали ещё 11 новейших образцов российского оружия и техники на Донбассе Речь идёт о бронетехнике, грузовиках, арт-установках, разведкомплексах, системах радиоэлектронной борьбы и беспилотниках теперь в базе 44 российских образца Один из примеров – обнаружение новейшей модификации БТР-80 с лазерным прожектором и оптическим прицелом производства Ростовского оптикомеханического завода Выплыл один из военнослужащих, который, ну, знаменитой фамилией Потёмкин который находился на базе хранения в Макеевке, который оккупанты создали себе И начали при детальном анализе рассматривать и заметили такой маленький вот этот вот знаменитый прицел Подобные истории – часть доказательств, представленных Украиной ГААКскому трибуналу Также там речь идет о финансовом и политическом контроле России группировок ЛДНР Передано на рассмотрение суда более 1200 конкретных фактов Не одна бабушка сказала, не мне сосед рассказал, а именно конкретных задокументированных фактов Говорящих о присутствии регулярной российской армии на территории Украины В отчете прокуратуры Международного уголовного суда за 2017-й уже есть слова о признаках международного вооруженного конфликта на востоке Украины Канцелярия прокурора также привела дополнительные сведения, которые указывают на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины Сейчас все все прекрасно понимают Было два года назад Россия сказала, что наша поддержка станет меньше Сколько проголосовала за Украину, когда мы стали членом Ради права человека Столько же, сколько проголосовала два года назад То есть поддержка, она есть Но до юридического признания присутствия армии РФ на Донбассе еще далеко Тем более, что Россия юрисдикцию Международного суда не признает Российской армии на территории Донбасса нет Но там действительно созданы определенные военные, милицейские формирования которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса А в украинском Минобороны даже так называемые первый и второй армейские корпуса Группировок ДНР и ЛНР называют частью структуры Южного военного округа РФ Порядка 35 тысяч боевиков, по данным ГУР, подчиняются 8-й армии России Система управления, она налагоджена еще с 2015 года Безпосредственно она замкнута на штаб Певденного военного округа А соответственно все указки, директивы, распоряджения, они идут звезды В том числе через Генеральный штаб ССР Изменений в этой структуре пока ожидать не приходится Но есть и оптимистический прогноз на 2018 год Если Путин попытается сменить образ агрессора на образ миротворца Дать возможность Путину покинуть восток Украины, при этом сохранив свою морду лица Вот с моей точки зрения сейчас именно в таком ключе работает международная дипломатия От этой работы в том числе будет зависеть судьба и таких людей, как Виктор Агеев Несмотря на то, едут россияне воевать на Донбасс по собственному желанию или по приказу военных начальников Ярослав Кречко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода Передел собственности в группировках ЛДНР и междуособные войны боевиков Во сколько обошлось новогоднее застолье в оккупации и аннексированном Крыму И что хотят сказать известные украинцы жителям Донбасса Дальше еще интересней Почувствовать разницу, как изменилась жизнь на неподконтрольной территории в 2017-м Проблема большая, вот это запомнился точно Где новогодние цены побили все рекорды в оккупированных Донецке и Луганске, в прифронтовом Краматорске или в аннексированном Крыму С Новым годом! И что хотят сказать известные украинцы простым жителям Донбасса Убийство Гиви, блокада и национализация украинских предприятий боевиками Вооруженный переворот в Луганске и частичное признание России так называемых документов ЛДНР А также безрезультатность минских переговоров Каким был 2017-й, четвертый год войны для жителей оккупированного Донбасса Итоги года по ту сторону линии разграничения подвел Андрей Дегтяренко 2017-й стартовал с больших надежд Переговорщики в Минске анонсировали масштабный обмен пленными еще в январе Но не помогла даже скандальная поездка нардепа Савченко в оккупированный Донецк Несмотря на все усилия, заложники остались в подвалах Нажали кельки за ручник за час, сбитшилась Февраль – один из самых горячих месяцев прошлого года В оккупированной Макеевке в собственном кабинете взорвали боевика Михаила Толстых по прозвищу Гиви Это моя земля, это не Донбасс, я здесь родился Я не родился на Украине, я родился в Донбассе Гибель Гиви стала очередным звеном в конвейере смерти высокопоставленных сепаратистов В конце 2016-го в лифте взорвали боевика Моторолу А в России скоропостижно скончался первый глава группировки ЛНР Валерий Болотов Когда украинских офицеров ставили на колени, засовывали в рот им погоны Естественно, когда речь идет о закрывании, скажем, проекта, конфликта То такие люди, ну куда их, это можно проследить историю любых конфликтов на Балканах Такие люди, они долго не жили Ты негодяй, ты негодяй, и убери свое пузо отсюда Но горячо в феврале было и по другую сторону линии разграничения Остановим торговлю на крови Главный лозунг так называемой торговой блокады Организаторов пыталась разогнать нацполиция безуспешно В результате практически полное прекращение грузового сообщения с неподконтрольным Донбассом И остановка украинских предприятий на оккупированной территории Моя оценка, что мы потеряли где-то от 2,2 до 2,5 миллиарда долларов Это те деньги, которые шли с той территории в качестве налогов Ситуацией мгновенно воспользовались боевики Уже 1 марта в Донецке и Луганске объявили о так называемой национализации Крупные шахты и заводы группировки взяли под свой контроль Но полноценно запустить предприятие им так и не удалось У людей работы нет, им за то же жилье платить нечего Им приходится уезжать, искать где-то работу в других городах Итог – массовая безработица и попытка перестроить работу Национализированных предприятий под российскую экономику Прикрывшись ширмой внешторгсервис Их так просто на металлом не вырежешь Но что делают? Их захватывают, национализируют В основном это группа Курченко Которая не действует, безусловно, самостоятельно Это все согласовано с Министерством развития Экономического развития России Экономические потрясения еще больше осложнили жизнь людей На неподконтрольной территории Донецке и Луганске вспоминают о прошедшем годе без сожаления Проблемы большие, вот это запомнился точно И чем дальше, тем они сложнее, мне кажется Своими бедами, своим горем, вот чему запомнился Ни больше, ни меньше Моральное состояние в ожидании уже устали Жизнь стала немножечко лучше, потому что не так страшно стало жить Нет, как бы, войны Отрицательно тем, что я не могу получить украинскую пенсию Я не могу переходить через пункт пропуска Потому что у меня перелом бедра О том, что ухудшилось медицинское обслуживание Ну, положительно, что хорошая погода была И в хорошую, в плохую погоду в 2017-м выстраивались гигантские очереди на КПВВ Тяжелее других приходилось жителям оккупированной Луганской области Обещанный автомобильный пункт пропуска здесь так и не открыли Как может любой нормальный человек к этому относиться? Конечно же, негативно Но социологи отмечают Контактов с неподконтрольной территорией, наоборот, стало больше 50% жителей подконтрольного Донбасса Имеют друзей, родственников, близких людей За линией разграничения И более того, что важно Абсолютное большинство этих людей Это 90% в Луганской области И 82% в Донецкой области Поддерживают интенсивные связи При этом в оккупации остаются более 3 миллионов украинцев Подсчитали в ООН Все украинцы, вне зависимости от места жительства Имеют те же права человека И любой человек в Украине заслуживает того, чтобы жить без страха Не голодать и не страдать от холода Летом новый удар Боевики отказываются признавать сделки купли-продажи, совершенные на украинской территории Продать жилье можно только в оккупации Или ноу-хау 17-го года у российских нотариусов Фактически с наступного года такая возможность исчезла И для значительной количества граждан такая возможность уже исчезла 17-й год не позволил Украине продвинуться в разрешении конфликта на Донбассе В июле США назначили нового спецпредставителя Курта Волкера Необходимо восстановить территориальную целостность Украины И обеспечить безопасность всем людям Но несколько раундов переговоров с помощником Путина с Урковым Так и не позволили запустить процесс реинтеграции Чем больше проходит времени, тем меньше, скажем так, остается шансов на то, что эти территории там вернутся Частично провалилась и попытка законодательно решить судьбу неподконтрольного Донбасса За новый законопроект об оккупированных территориях, хоть со скандалом, проголосовали в октябре Но окончательное рассмотрение отложили на следующий год Не было прогресса и в Минске Но пока Россию не примусят все те, кто берут участь в Минском формате, Нормандском формате Или в любом другом формате, делать то, что она должна делать, а именно пойти из Крыма и Донбасса Мы будем продолжать обговоривать эту тему бесконечно В ноябре очередной громкий скандал Центр Луганска захватили неизвестные боевики в масках Настоящий вооруженный переворот против Плотницкого устроили силовики группировки ЛНР Лидер луганских сепаратистов имел неосторожность выселить главу так называемого МВД ЛНР Корнета Из присвоенного им дома Прокуратура, Народный совет, МГБ, все пришли к решению, что пора соблюдать законность, как вы говорили Поэтому освобождаете дом, идите, только пожалуйста посмотрите, все ли на месте Плотницкого фактически выгнали из Луганска Новым лидером группировки ЛНР стал бывший офицер СБУ Леонид Пасечник Я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов А эта, скажем так, история, она подтвердила окончательно, что там никаких ни выборов, ничего не проводится Что даже они сами к ответим всем референдумам и голосованиям относятся с насмешкой Соседней группировки наоборот Власти Захарченко, казалось бы, ничего не угрожает Донецкие боевики анонсировали свои выборы на ноябре 18-го Последний месяц года масштабное обострение на линии фронта Под обстрелы попали неподконтрольные Первомайск, Стаханов и Ясиноватая Все же конец тяжелого 17-го дал новую надежду 27 декабря после долгих переговоров, растянувшихся более чем на год Произошел долгожданный обмен пленными Что за разная пеша кончится? Сейчас сына увидим и жену Андрей Дегтяренко, Донбасс Реали, Радио Свобода Оккупированный Донбасс встретил новый 2018 год Как отпраздновали, что ели и что пили в новогоднюю ночь Кому застолье было в радость, а кому серьезно ударило по карману Донбасс Реали подсчитали индекс новогоднего стола В оккупированном Донецке и Луганске При фронтовом Краматорске и оккупированном Крыму Татьяна Винникова впечатлилась праздничными ценами Салат всей нашей жизни, салат Оливье Чтоб все у нас было классно С Новым Гором Донецк, Луганск, Краматорск и Симферополь Новогодние традиции везде в силе В оккупированном Донецке за пару дней до Нового Года на рынках было не протолкнуться Домохозяйка Наталья спешит купить все для праздничного стола Главная задача – продукты для салата Оливье Из супермаркета тоже с полным пакетом Шампанское, мандаринки и баночка икры Шампанское – 240, петра – 366 Мандарины по 29 рублей Заграничное спиртное Наталья решила не брать Родное, минское Мы предпочитаем всю жизнь пьем наше местное Украинское Начинаем готовить салат Оливье Секрет фирменного Оливье Натальи – огурцы собственного посола, морковь и неконсервирование А свежемороженный горошек Картошечка-морковка – 10 рублей максимум Кабаса – 70-75 рублей В общей сложности Около 140 рублей, то есть 66 гривен Ну вот, салат готов Чуть-чуть настоится, все замечательно Как видите, можно есть друзья С друзьями Итого, донецкое классическое новогоднее застолье с Оливье, мандаринами и шампанским обошлось 193 гривны Накануне праздника на рынок прифронтового Краматорска пришли продегустировать и купить все, что нужно для новогоднего стола переселенцы из оккупированной Макеевки Сергей и Виктория Мандарины шикарные Итого Ну, 105 гривен В принципе, в бюджет мы вклалися Семья жалуется Семья жалуется Семья жалуется В итоге в Краматорске на новогодний стол потратили около 225 гривен В канун Нового года в оккупированном Луганске праздничное настроение было и на улицах города И на продуктовом рынке Здесь тоже нарядили елку, а для тех, у кого на новогоднем столе главное блюдо мясо, продукция на любой вкус Привезли в оккупированный Луганск и мандарины из Абхазии и Турции И спиртное, и, конечно же, все для Оливье Это дороже, чем в оккупированном Донецке Мандарины 76 рублей Колбаса на Оливье, аквареночка 280 рублей килограмм В советских времен повелось так, что за новогодним столом должен обязательно присутствовать салат Оливье В финале новогоднее застолье в Луганске обошлось в 380 гривен Праздник удался Вот интересный коньяк с очень говорящим названием «Остров Крым» Написано «Российский коньяк» Какое-то российское шампанское по 174, полусладкое Россия, Кабардино-Балкария Так готовились к новогоднему застолью в аннексированном Крыму Крымчанам из Симферополя выбрать продукты к празднику оказалось не так-то просто Русский горошек, русское село, баночка, это все неизвестно Удивила в Крыму и красная икра Называется «Обкомовская» с портретом Леонида Ильича Привезли ее в Крым из далекого города Новосибирска, где, очевидно, водятся лососи Стоит 300 рублей В итоге крымчане купили все, что нужно для приготовления салата Оливье и не только Мы приступаем У нас Оливье готовится по классическому рецепту Но есть в крымском Оливье и своя особенность В нашей семье необычная традиция, Оливье всегда готовят лёж И вот почему И лук И вот сейчас самый критический момент наступает, когда все плачут Ты плачешь? Да В итоге крымское застолье получилось самое дорогое Почти 520 гривен за классический набор из Оливье, шампанского и мандаринов За рекордсменами из Симферополя идут луганчане С тем же новогодним набором, но за 380 гривен В Краматорске застолье обошлось в 225 гривен А в Донецке в 193 гривны И хотя цены в Луганске, Донецке, Краматорске и Симферополе разные Новогодние пожелания во всех городах очень похожи Нам очень важен мир Хотелось бы, чтобы война закончилась Счастья, здоровья, чтобы быстрее закончилась война Мира, здоровья, счастья, радости Чтобы не было вот этих вот бахов, страха Чтобы все у нас было классно Так и будет Мы хотим, чтобы на Донбассе поскорее закончилась война Ну, а про Крым самая большая наша мечта Та, которую в Крыму нельзя говорить вслух С Новым Годом! Татьяна Авинникова, Донбасс Реали, Радио Свобода Мы весь год рассказывали об обычных жителях Донбасса Оказавшихся по разной стороне линии разграничения Общались с ними как в прифронтовых городах и поселках Так и на оккупированной территории Обстрелы, высокие цены, маленькие зарплаты, безработица Общих проблем хватает, как и надежд на этот год Донбасс Реали встретились с известными украинцами И вот какие слова они передают тем, кто сейчас живет в самой неспокойной части нашей страны Дуже тяжело что-то желать этим людям, на месте, каких ты никогда не был Все ДНР и ЛНР не вкладываются в сердце, в душу, в голову Взагалі все це, знаете, так прикро Донбасс, Луганщина, Донеччина – это невидимная частина Украины Вони завжди были Украиною и будут Украиной Мне кажется, что это как и в любом жизни, когда какие-то трудности на тебя наваляются Лишаєте тільки виро Очень-очень-очень хочу, чтобы был мир и чтобы все люди, которые сейчас сидят непонятно за что Был осужденные, да, скажем так, в этих тюрьмах Даже вот не знаю, все, мне это какой-то как один страшный сон, фейк Вот, я хочу, чтобы они все вернулись и были живы и здоровы За эти много лет, кто не на словах, понимал, что это война, что это цена мира Чтобы он наконец пришел уже на многострадальную донбассскую землю Если сейчас в тих окупованных непорозумениях, которые называют лениры, денеры, людям стало жить лучше, то окей Я хочу побачить людей, которые про это скажут Насколько я понимаю по перепискам с людьми в социальных сетях, там сейчас происходит какая-то тотальная дупа И я сейчас не только про свободу слова Думаешь, Господи, за что? Вот просто за что? Такие тортури завалились на плечи людей, которые постоянно там А с привода российско-украинской умов, я всегда, знаешь, особенно последним временем, понимаю, что те люди, которые примусово и наручито рассказывают, что исключительно украинской умовой мы сможем побудовать нашу страну Я понимаю, что они либо выпадково роблять помолку, либо специально роблять помолку и раскачивают ситуацию Потому что, знаешь, когда я был на фронте, ну, приблизительно половина ребят, которые с автоматами за нас, за всех там рискуют своими жизнями и погибают периодически Они разговаривают по-русски, но они точно так же понимают, что Украина это их страна и они будут отстреливаться до последнего патрона На каком бы языке какие-то черти к ним не подходили? Найкраши меседжи про то, что мы не хунта, что мы не фашисти, что мы не разпинаем православных хлопчиков и не едем снігуреров Это просто перейти через КПВВ и остановиться на украинской территории Приехать в Славянск, посмотреть, что там после того, как украинская армия туда зайшла, там восстановили инфраструктуру Там нормально функционируют школы, там нема проблем с водопостачанием или электроэнергии Хочу поздравить с Новым Годом, пожелать вам, друзья, удачи, здоровья В Новом Году, чтобы избывались все ваши мечты и улыбка не сходила с ваших лиц Хочу вас поздравить с Новым Годом и Рождеством Христовым Счастья вам, здоровья и мирного неба над головой Я хочу поздравить жителей украинского Донбасса с Новым Годом Мы ждем вашу поддержку, мы ждем вас на украинских стадионах Приходите и болейте за нас Дорогие брати и сестры, у вас заганяется информационный вакуум Потому что намагаются вырвать вас от Украины Дуже важно, чтобы вы этому не поддавались Чтобы вы пометали, что Украина повернет соби обовязково окупованные территории Украина обовязково повернет соби контроль над государственным кордоном Мы дальше страшно ждем на повернение наших мест Повернитесь в нашу украинскую семью И мы вместе строим красивую и прекрасную страну И все нам будет хорошо Наши семьи, наши близкие, наши родные Это все, что должно нас заставлять двигаться дальше Не ради политиков мы живем на этой земле А ради того, чтобы действительно любить друг друга, помогать друг другу Мы с открытым сердцем, с открытой душой Мы ждем в свои объемы людей, которые живут на сходе Украины Бывайте здоровы! С Новым Роком вас всех! С Ряздвом Христовым! С всеми святами! Счастья вам! Здоровьячка! Кохайтеся! Бо мы того варим! Слава Украине! Я хочу привітати всех с Новым Роком, с Ряздвом Христовым! Хай Господь нам даёт великое терпение Стойкость духом! И, конечно, чтобы сохранить жизнь людей, наших украинцев Мирных жителей Донбасса Хай мир! Завидаю вашу веселье, чтобы все были здоровы и счастливы И веселье в Новом Роком! С Новым Роком! С Новым Роком! И всего самого вам хочу! С Новым вас Роком! Мы, украинцы, и мы должны быть единственными За любых обстоятельствами Всем сердцем это веро! Таким 2017 запомнили Донбасс реалии Мы говорим то, о чём молчат другие С вами был Ив Костек Оставайтесь с нами в 2018 С Новым Роком! С Новым Роком! С Новым Роком! С Новым Роком! С Новым Роком!